Ветренная и дождливая осень не радует теплом, но это не мешает велоэнтузиастам. В парке Степаново они готовятся к соревнованиям кросс-кантри. В регионе они впервые проводятся на серьезном уровне. Принять участие в гонке решили 39 спортсменов-любителей из Ивановской и Владимирской областей. Здоровый образ жизни – это одна из самых главных целей, чтобы привлечь к этому и молодежь, и взрослых. В кросс-кантри так называемая гонка по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными техническими участками. Непростой рельеф местности только поднимает дух соперничества и делает этот вид спорта по-настоящему экстремальным. Парк Степаново как площадка для соревнований был выбран не случайно. Здесь на велоэтапе протяженностью от 2,5 до 10 километров перепады высот достигают 20 метров. Победа достается не только самым быстрым, но и самым ловким. Здесь трасса размечена, и для того, чтобы участники не путались во время езды. И также есть комиссары, которые следят, чтобы участники не срезали. Также судьи стоят на финише и отмечают каждый номер, когда приезжают в финишный створ. По окончанию восьмого круга засекается время и дается время всем участникам. Тот участник, который преодолел дистанцию за меньшее время, тот и выигрывает. Принять участие в кроссе мог любой желающий при наличии исправного горного велосипеда, велосипедного шлема и страховки. Возраст участников также ничем не ограничивался. Самый юный участник соревнований, восьмилетний Семен, долго тренировался, но смог преодолеть неожиданные трудности и финишировать первым. У меня колесо открутилось на первом круге. А потом как? На втором круге я одного мальчика на круг обогнал, и еще три девушки. То есть ты стал победителем в своей категории? Не только в своей категории, еще несколько человек в других обогнал. Родители молодых спортсменов сетуют на дороговизну этого вида спорта. Говорят, такие соревнования держатся исключительно на спортсменах и тренерах, готовых работать на чистом энтузиазме. Развитие этого вида спорта в области нуждается в довольно серьезной финансовой подпитке со стороны местного и регионального правительства. Но уже сейчас надежды на велоспорт возлагаются немалые. Массовым постараемся сделать видом спорта. Будем привлекать все больше и больше жителей. Я думаю, найдется очень много желающих, среди особенно маленьких. Борьба за первенство здесь отошла на другой план. Эта гонка для спортсменов была прекрасной возможностью попробовать свои силы. Но суть состязаний в поощрении самих быстрых и сильных. Дипломы и кубки достались не только лучшим, но и удачливым. Ведь везение составляет немалую часть успеха.